Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналья, и сегодня у нас очередное видео по обновлениям в Старстейбе Онлайн. Поговорим о том, что добавили в этом обновлении, что будут убирать в будущем, ну и в принципе о дополнительных событиях, которые произошли на этой неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, седлайте своих коней и... поехали! Итак, ребята, очень важная новость. Если кто-то не в курсе, то в данный момент я сижу на первой версии, ну, на лошадке первого поколения. Мало ли кто не знает, но они именно так и называются. У меня, правда, это французский сель, но Старстейбл написали, что собираются убирать четырех лошадей с ярмарки Фердинанда. Там две Аполлузы и два Ахалтикинца первого поколения, которые стоят по 280 СК. Так вот, до 4 апреля у вас еще есть возможность купить себе эту лошадку. Если вы, допустим, обожаете лошадей первого поколения, они вам напоминают о тех самых былых временах. Ну, правда, не самых давних, потому что моделька все-таки не самая старая. Но все-таки, если вам нравятся эти лошадки и вы думали, но никак не решались покупать их, то сейчас самое время. Я уверена, одну лошадь может позволить себе практически любой игрок данной игры. Поэтому у вас еще есть время накопить, купить и, в принципе, приобрести данных лошадок или какую-то одну лошадку к себе в конюшню. Как вы видите, я успела все-таки спасти а-ля всех этих лошадей, купить их всех в конюшню. Но кроме одной, одна Аполлуза у меня уже была куплена, а всех остальных я сегодня докупила. И также на второй аккаунт, на Хину, которая девочка-индеец, я купила этих двух Аполлуз. Потому что это прям канонично, девочка-индеец, и у нее такие пятнистые лошадки. Да, ну их все равно как бы убирают, поэтому надо спасать лошадей. Так что давайте вместе создадим движение, а-ля спасем лошадок. Ну, образно, конечно, потому что в игре, если разработчики решили, что они не будут оставлять какую-то лошадь, то мы ничего с этим сделать не сможем. Это на этом все, так что давайте переходить к следующей части новостной ленты данного видео. А следующей новостью является то, что сегодня нам добавили, точнее обновили, уэльского пони, который раньше назывался Валейский. Но, по сути, сейчас это как еще одна поняха, которая живет на острове Южного Копыта. Кстати, сегодня, вот буквально несколько часов назад, разработчики обновили Star Stable Horses и добавили туда лошадку, серую в яблоко, по-моему, в масти. И вы можете зайти в приложение Star Stable Horses, купить там этого же ребенка, вырастить его до 10 уровня и перетащить к себе в конюшеньку. И радоваться жизни вместе с новым копытным другом. Но это, по-моему, все дополнительные новости, с которых я решила начать данное видео. Я надеюсь, вы все-таки дослушали и досидели до непосредственной информации, связанной с обновлением. От каройский пони находится у нас Форт Пинта. Это светло-серенькая масть, которая очень мило бьет ножкой и встречает нас на этой зеленой полянке. Лошадка достаточно небольшая, ну потому что это же пони, но, знаете, соотношение тела и головы, пропорции, ножек, крупы и всего на свете заставляет мне хотеть эту лошадку. Я не хотела, я не так Готландского пони не хочу, как я хочу этого Уэльского пони, тип B. То есть есть у нас Валийский пони, это, я так понимаю, тип А, а Уэльский пони это тип B. То есть обновленная версия. Стоит 800 СК, характеристики, силы 4, дисциплина 2 и выносливость 1. Историю этой лошадки можете почитать перед покупочкой. Думаю, там очень интересно, ей надо будет самой как-нибудь почитать. Так, а остальные лошадки уже ждут и не дождутся меня у хижина отшельника. И да, напоминаю, чтобы у вас появилась возможность купить дальних лошадок, не переживайте, если у вас сейчас их там нету. Вы просто должны прокачать свою репутацию у отшельника до дружелюбия. И после этого вы спокойно сможете прискакать и купить себе одного или нескольких новых копытных друзей. У вас также должен быть уровень 7. Или первый уровень для лошадки, которая стоит в фортпинта. У них очень большое количество укладки гривену. Я думаю, мы вместе с вами это посмотрим, когда я буду покупать какую-то масть из вот этих вот красавцев. Какую бы масть, кстати, купить? Нет, нет, ребят, сегодня я покупать никого не буду, сейчас, в данный момент. Но просто причесочки мы с вами посмотрим в реверии после покупки данной породы. Но они очень красивые, мне вот нравятся. А самое сложное, это то, что мне нравится соловая и вот эта, наверное, рыженькая. Да, и у меня уже есть одна соловая пони. И у меня вроде как есть не слишком высокий рыжий сланец. И мне придется подумать, поморочиться, проскинуть мозгами, кого же все-таки из этих красавчиков я хочу. А так, ну, я надеюсь, вам тоже эта лошадка понравится. Даже если вы не любите поней, я думаю, уж эти аккуратные поняшечки вам чем-то да в душу засели. Но это, кстати, еще не все. На этом обновление не заканчивается. Нам добавили новый недоуздок. Так он называется на сайте. И давайте же посмотрим, что это. Цветочек. Украшение в виде нарцисса. Из сада виноградника. Хм... Это я что-то где-то не прочитала. У меня вроде бы все открыто. Так, что же в итоге написано на сайте? Чтобы настроить снаряжение для... Так, нет, это не то. Новый недоуздок для выступлений поможет тебе везти рядом верную лошадку в любом приключении. Пока что этот недоуздок доступен только для уэльского пони и Аполлуза. А новая английская уздечка подойдет уэльскому пони, а также всем породам, которые мы добавим в будущем. Чтобы никому не было обидно, мы выпустили украшение с нарциссом, который будет прекрасно смотреться на любой лошадке. Ищем все это в глобальном магазине. Ага! Вот это что такое. Ну, я не знаю, как бы у нас такого цветка в игре ни разу не было, я ведь правильно помню? Ну, характеристики не дает на 55 СК, но я, как всегда, собираю все подряд, поэтому давайте мы с вами купим этот цветочек, он симпатичный. Так, по поводу уздечки. Я сейчас уздечки посмотреть не могу, потому что я, как всегда, на старой лошадке, которая не может носить новые уздечки, которых никогда уже и не обновят, в принципе. Да, кстати, ниже как раз прописана новость о том, что вот эти лошадки Аполлузы и Ахалтикинцы уходят на пенсию. И, ребят, если вы когда-то сидели и ждали, что, возможно, на них что-то обновят, нет. На них ничего больше обновлять не будут, и даже их модельку чинить, точнее, редактировать как-то под новые какие-то механики игры не будут. Но она у вас не пропадет, если вы ее купили так же, как Спирита, то все, эта лошадка навсегда останется у вас, конечно. Уздечки очень классные, почему-то я не понимаю, почему, но они называются недоустками на сайте. А, вот эти недоустки, все, извините, извините. Ну, что симпатичные, похожи на арабские, я же правильно понимаю? Да, для выступлений, но они похожи на арабских. Ну, в общем, сейчас у нас, ребят, очень большое количество уздечек, я не спорю, уздечки классные. Но из-за того, что разработчики добавляют уздечки, которые недоступны пока что всем лошадям третьего поколения, это очень странно, и приходится сидеть и ждать, когда же можно будет в итоге купить эти уздечки, чтобы одеть на каких-то конкретных лошадок. Я, по-моему, все... Нет, я не могла скупить все уздечки средневекового типа, наверное, вот эти вот. Или нет? В общем, средневековые, по-моему, уздечки, да, я их, наверное, все-таки все скупила, они только недавно, ну, может быть, точнее, зимой, недавно, ну, в начале зимы стали доступны для Лузитана. И, то есть, придется просто сидеть и ждать. Если вы хотите, допустим, уздечку, которая доступна только Аполлузам, одеть на вашу английскую чистокровную для пущего эффекта реалистичности, вам придется подождать и неизвестно сколько, чтобы разработчики все-таки ее, как бы, подтянули, подредактировали модельку для этих пород. Так что, на этом обновление подошло, в принципе, к концу. Спасибо, что вы посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, какое же все-таки впечатление у вас вызвали данные обновленные Уэльские пони. Вот, в добавлениях большой кучи разных уздечек и недоустков, и как вы все-таки отреагировали, что лошадок первого поколения, вот две породы, четыре лошади, уходят на пенсию и навсегда пропадут из игры. Вот, мне это, если честно, расстраивает, да. А на следующей неделе, кстати, у нас, похоже, ждет сюжетка, и мы будем вместе с ведьмой Пи искать Анну и Алекс, и не дать, пытаться, не дать таинственной силе нам помешать. Это очень странно, потому что такой перерыв между сюжетной линией, и тут нам резко говорят, идите ищите Анну и Алекс. Ну, ладно, об этом поговорим мы уже на следующей неделе после обновления. На этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Ой, и хороших вам прогулок на верных лошадках. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!